У меня характер поменялся, отношение к жизни поменялось, стал счастливее в плане и здоровье получше стало. Действия Великого Поста отец Виталий ощутил на себе. Говорит, что у тех, кто делает это правильно, меняется все – от фигуры до мировоззрения. Ограничение в еде в виде запрета на употребление мяса, молока, яиц и ряда других продуктов – неотъемлемая часть семинедельного воздержания. И для многих это становится настоящим стрессом. Если мы не едим мясо, но поедаем брата своего, то в таком случае лучше не поститься, а проявлять любовь. Потому что если мы ставим любовь и пост, что выше, любовь всегда была выше и будет. Кроме того, важно входить в пост постепенно. Поэтому ограничивать себя в употреблении определенных продуктов верующие начали уже на масленичной неделе. Но главное – не переусердствовать, чтобы не нанести вред своему организму. Врачи мне запретили отказываться от молока. И я была печальна этим. И у батюшки спросила, что делать. Он сказал, что слушайтесь земных врачей, потому что питание – это не главное в посту. Это как бы вспомогательный элемент. А в основном ходите на службу, молитесь, кайтесь. Причем делать это нужно только в том случае, если человеку это приносит радость и наслаждение. Нельзя поститься ради поста. Важно иметь конкретную цель и собственное желание. Например, я верю, но, например, не сильно-то этого хочу делать. Но так нужно, я это делаю. Скорее всего, я бы даже не рекомендовала так испытать себя, потому что вера – это то, когда я делаю непринудительно. И многие, кто ограничивают себя принудительно, как правило, весь пост не выдерживают. Поэтому подходить к этому выбору стоит серьезно, а прежде понять, для чего себя ограничивать. Ведь главная цель – успеть духовно очиститься к празднику Пасхи, который в этом году будет 2 мая. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.